вас детском радость с вами снова майор и борис виталишь здравствуйте аналогично у нас вот есть глупые вопросы разнообразного плана мы их тут поудергивать интернета про коммунистов до один из самых таких острых и животопечащих это прожжет что мы же он будем обосчислять даже существует там такой есть блогер мятежник джек и андрей рудой вы знакомы с собой ими есть еще у нас какой-то там блогер идти потом они его жену будто это роджерс роджер за год да такой очень занятный охранитель который все вопил про обопчисление его жены в какой-то момент я подумал что может быть неплохо потому что жена у него симпатична увы эти мечты люди пускай ставят в прошлом то есть если они ради этого хотят победы коммунизма это зря при коммунизме об обществе нежон невозможно даже теоретически сама коммунистическая идея подразумевает ну собственно говоря то что спрятали большевики которые то что все люди на самом деле равны том числе и женщин 100 женщины и мужчину так вот об обществлении жена ты идет у нас из об обществлении имуществ то есть из имущественных отношений то есть вот если мы открываем библию то там идет допустим вот такое перечисление овца вещи его и жаль его желать жену ближнего своего и многие думают что это про супружескую неверность нет про супружескую неверность там отдельно а не желает жену ближнего своего этом идет как него желает дома ближнего своего поля ближнего своего жены ближнего своего раба ближнего своего осла ближнего своего и так далее ничего ближнего своего то есть жена идет перечисление имущества то есть это объект который может быть использован для купли продажи это связано было с семейными отношениями в средневековье и рыбе капитализме где жена относится не то чтобы к имуществу, но как распределитель части имущества, и она абсолютно неравноправна мужчине. А при коммунизме там какая проблема-то возникает? Там нет об обществлении жен, там нет даже принадлежности жен. При коммунизме там женщины должны быть свободны настолько, что они, в общем-то, как коммунисты это воспринимали, они сами решают, с кем им жить, и хотят жить в браке всю жизнь с одним человеком – пускай в живот. Не хотят, они могут легко уйти. Ну, собственно говоря, и сейчас можно уйти, но это нужно обоставлять там, расписываться, потом разводиться и так далее. Вот при коммунизме этого нет, то что нету связанных с браком имущественных отношений. А раз нет связанных с браком имущественных отношений, то люди сами решают, с кем им жить. Поэтому обществить жен невозможно. Даже сделать, чтобы у каждого человека была строка по одной жене – тоже невозможно. Потому что люди сами решают, каким жить. Басталич, вот еще вспоминается такая шуточка, да, там сидит в бае дома и слышит на лучшее-то происходит, зовет слугу. Хороший анекдот. Но я его лучше знаю, о чем ты. Его очень сильно любили публиковать в разных изданиях во время перестройки и рассказывать из телевизора. Типа, идет Октябрьская революция, ну, собственно говоря, сидит барыня в доме, слышит шум на улице и говорит служанке, мол, Марфа, узнай, что там за шум на улице. Она выбегает, потом возвращается и говорит, парыня, барыня, революция. Она говорит, да, это то, о чем мечтал мой дедушка-декабрист. А чего хотят? Не знаю. Марфа, сходи, узнай. Она так выбегает, возвращается еще через здесь и говорит, барыня, они хотят, чтобы не было богатых. Типа, парын, так причем, да, говорит, а мой дедушка мечтал, чтобы не было бедных. Анекдот достаточно сильный про такую дочку-декабриста, но на самом деле откровенно лживый. Чем он лживый? Дело в том, что есть понятие, когда человек живет в достатке, и в достатке могут жить все. Вот все общество. А есть понятие, когда человек может жить в излишках или нищете. А есть понятие, что человек богатый. Дело в том, что сейчас постоянно пытаются оправдать само слово «богатый». Часто говорят «богатый» означает, что там много детей, родственники тебя любят, знакомые уважают. Нет, это чушь собачья. Богатый – это противоположность бедному. Потому что когда спрашивают, что такое бедное, говорят, что у него денег нет. Не говорят, что у него нет детей или еще чего-то. Правильно? Денег нет. И вот здесь какая получается занятная картина. Если, допустим, в каком-нибудь замкнутом обществе, допустим, городочек огороженный, живут сплошь долларовые миллионеры, их нельзя назвать богатыми. Потому что да, он может купить себе все, что угодно, но ему некого даже заставить себе почистить ботинки. Почему? У другого такой же миллион. Вот это проблема обществу живущего в достатке. Там богатых. А вот чтобы был один богатый, а богатый – это человек, которому не просто есть деньги. Если они есть у всех, они просто деньги, и все. Это средства обмена. Богатый – это человек, которому деньги дают власть над другими людьми. При нашем обществе. При современном. При любом обществе. При античном, при средневековом. При коммунистическом обществе. Я говорю, при любом обществе, где есть угнетение человека человеком, там, где деньги дают власть над человеком, это и есть власть богатства. Вот люди, которые могут деньгами кого-то принудить к чему-то, они являются… Экспортотальными. Нет, они являются богатыми. И вот для того, чтобы не было бедных, нужно, чтобы не было богатых. Потому что для того, чтобы существовал хотя бы один богатый, должны быть тысячи бедных. Потому что богатых без бедных не бывает. Нет тех, над кем есть власть денег. Поэтому сам анекдот является вот именно женщинами в каком плане. Если мы хотим, чтобы не было бедных, значит, нужно избавиться от богатых. Иначе не бывает. Но это не значит, что все будут жить в нищете. Нет, это всего лишь означает, что все могут жить либо достаточно бедно, либо в достатке не будет богатых. То есть, в обществе, где нету бедных, автоматически не может даже теоретически быть богатых, потому что не может быть человека, у которого деньги дают или богатство дают власть над другими людьми. В. 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 При коммунизме у нас в Совке недавно туалетных банк не было и прокладок не было. В. Вот так и будем строить коммунизм, где стоят магии это? В. Блин. Я вот помню, не помню, вернее даже читал, что до революции при капитализме не было ни телевизоров, практически нигде не было электрического освещения. В. 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 То есть, она была просто вот именно, типа, бумага именно для этого. Ну, то, что газеты, опять же, стоили дорого. Они потом подешевели. И вот туалетная бумага постепенно тоже завоёвывала мир, она до сих пор весь мир ещё не завоевала. Есть много стран, где туалетная бумага не является обязательным атрибутом. Я вам расскажу интересную вещь. У меня друг вернулся с Китая, был на выставке и ходит и смотрит. Там утюги стоят, уголь, который закладывают. Он такой, это что, говорит, сувенир? Нет, это мы в Африку поставляем, продаём там баснослованные тушечки. Ну, потому что электричество там проблемно. Да. Ну, это ладно, это кремарочка по поводу туалетной бумаги, отсутствие СССР. Он у людей до сих пор это... Электричество нет, они, утюгами. Кстати, могу сказать страшную вещь. Я очень мало использую туалетную бумагу. У меня это, японская вот эта вот крышка, бедэ, то есть вот унитаз, который не требует туалетной бумаги. И жопу чище. Намного. Вот что будут делать левые блогеры при коммунизме? Вот такие, как я тут. То есть, я тут хожу, тут весь такой классный. Вообще, что будет делать блогеры при коммунизме? Блогер будет делать то же самое, что делать сейчас. Вести блог, общаться с другими людьми. То есть, создавать какую-то тему и на неё общаться. То есть, здесь какая-то разница при коммунизме. Ну, наверное, за левые взгляды не будут сажать консоэстремизм. Наверное, так будет. А так, кто будет мешать общаться? С какой стати? Это как раз таки решает другую проблему коммунизма, проблему досуга. Чем заняться? Даже одни будут снимать, другие смотреть. Нет, почему они будут просто общаться? Может быть, будут чатиться, устраивать видеоконференции и так далее. А может, технологии будут другие уже. Всё, вот здесь такая фишечка про, там, всё хотят сделать, что даже всё быть общественным, да? Всё общественное. Зубно-счёт тоже общественное. То есть, и должен пользоваться все. Вот при коммунизме как вот всё должно быть общественным? Нет. Личное имущество коммунизм не отрицает. И, допустим, если человек имеет свою зубную щётку или свои трусы, это совершенно нормально. Сматривается то, что то, что может быть средством производства, не должно быть в личной собственности. Но оно, собственно говоря, обычно и не нужно в личной собственности. Но если ты не зарабатываешь на этом, то оно действительно тебе обычно не нужно. То есть, разница между коммунизмом и капитализмом – это не в том, чтобы не владеть, а пользоваться. То есть, вот все эти вот моменты, связанные с каршерингом, с велосипедами и т.д. Продолжение всё это платно. Вот если это всё сделать бесплатно, вот это вот и будет, собственно говоря, и представление, как это будет выглядеть при коммунизме. То есть, зачем тебе держать всё это дома, например, когда или около дома там и станет? Когда ты можешь просто прийти, это взять и попользоваться и оставить? Вызвать, заказать тебе приеду машину без водителя, взял всего порядка. Ну, если говорить о фантастике немножко. А если не о фантастике, то это просто, извини, просто банальное пользование тем, что есть. Да, да. Исходя из логики коммунизма, если это коммуна, естественно, коммуна будет решать, скажем, правила нормы жизни. Я думаю, все люди, большинство, со здравомыслием будут там, и уж никто не будет решать, что… Чёртка должна быть одна на всех. Не, ну, опять же, это решает, во-первых, коммуна, а это как раз именно сами люди и решают. Это они и есть, эта коммуна. А во-вторых, если человек чем-то, ему не нравится совершенно какая-то коммуна, что ему мешает выйти из этой коммуны и перейти в другую, где правила более подходящие. То есть, переехать в другое место. Ещё один такой вопрос, связанный с религией. Говорят, что коммунисты хотят разрушиться церкви, мечети и всё остальное. Да коммунисты, как ты, и так не особо разрушали церкви. Он до сих пор сколько стоит памятников былых веков, начиная с 12-го века церкви на Первом Новгороде. Знаете, кстати, меня ещё прикалывает. Я же просим много катаюсь. Едешь где-нибудь там вуглич какой-нибудь. Здесь стоит раз, церковь стоит, вся уже всё кончилась. Вторая стоит, кончилась. Третья стоит, там стены стоят, то есть крыша ещё стоит. Но видно, что она брошенная, всё заколочено. И тут открываешь такой, в Екатеринбурге в центре города хотят построить храм. Ну, потому что это объект готового бизнеса. То есть, нужна паства, которая будет заносить деньги. Если кто-то общается с нашим там, по дороге вуглич, я нашёл штук пять. В Суздале, в Суздале стоит несколько брошенных церквей. Если что, передайте им, пожалуйста, пусть там восстановят. Нет. Они хотят, чтобы это было где-нибудь там в парке построено, где людей много шляется. Да. Максимально в центре. Так вот. А насчёт религии. Дело в том, что коммунизм даже религию не запрещает. И верование. Просто базируется сам на материалистическом мировоззрении. Но, как это было в СССР сделано, было объявлено свободой вероисповедания. Хочешь – веришь. Не хочешь – не веришь. А верить сам выбираешь во что? Хочешь быть посульманином, христианином, язычником? Да, пожалуйста. Но за свои деньги. А если денег нету? А кто тебе мешает быть верующим без денег? Верь спокойно, молись. Ну, и, наверное, последний такой бытующий миф, что коммунизм, совок, там, социализм – это власть вождя. Вот есть Сталин, есть партия, и вот они правят. И вот это только единственное правильное. Причем это мнение очень глупо сидит во многих умах, что вот советская власть – это вот партийная власть, которая вот, она там в верхушечку принимает решение, а все должны подчиняться. Это такая диктатура партии. Вот здесь очень хорошо посмотреть, как действовала советская власть в ранние годы. То есть до реформы 1936 года. Вот этот конституционный. То есть введение новой конституции Советского Союза. Там всем управлял съезд советов. Это вообще был не партийный орган. То есть часть депутатов советов были беспартийными. Решалось все голосованием. И при этом каждый съезд выбирал Центральный исполнительный комитет, который между съездами осуществляет управление страной. И управление было коллегиальным. То есть вождь, если какой-то был… То есть там как? Там вождей было, опять же, несколько, которые противостояли друг другу. Ленин, Троцкий, Сталин, Бухарин. Все-таки Сталин – не ленинец? Нет. Я просто говорю, что вот… Были целый ряд людей, которые считались вождями. Сталин поддерживал Ленина. Бухарин то Ленина поддерживал, то Сталина, то Троцкого. То есть там по-разному было. То есть суть не в том, что кто кого именно поддерживал. Это как раз-таки сам факт, что это было. То есть было коллегиальное управление, борьба мнений и съезды советов, которые выбирали собственные руководства страны. Что такое съезд? Это означает, что от всех советов в стране, крупных советов, то есть областных, городских и так далее, приезжают депутаты, которые вместе, вот уже на съезде, обсуждают разные вопросы, то есть повестку съезда, и принимают решения. А эти депутаты откуда проводились? Из советов. А сами советы эти формировались из ниже стоящих советов, собственно говоря, из местных, которые просто собираются люди и выбирают своих депутатов. То есть чтобы было понятно, вот мы живем на селе, мы выбрали своего депутата, он пошел в сельсовет. Он потом… Нет, ни одного. Мы выбрали совет, села сельсовет, который управляет. Это коллегиальный орган. И этот коллегиальный орган направляет депутата в областной совет. А областной совет направляет депутата… А вот дальше есть республиканский совет, и так вот есть съезд советов. Вот когда съезд советов собирается, они довольно часто собирались, туда приезжают депутаты со всех областных, городских советов, с крупных предприятий и так далее. И вот этот съезд советов, он принимает решение. Это коллегиальный орган. То есть люди, которые… Это высшая власть советского бюджета. Люди, которые к ним приезжали, это непосредственно те, кого выбирали на местах фактически. То есть любой депутат, он неизбежно идет от низовой организации. Не сверху, не назначили. От низовой организации. То есть он сначала выбирается в местный совет, потом в более высшестоящий совет уже от своего совета. И только дальше он может попасть уже на съезд советов. Но он все равно идет снизу, и его низовая организация может это звать. Высший орган власти в Советском Союзе до 1936 года – съезд советов. Да. Вот. Хорошо. Управляет между съездами советов Центральный исполнительный комитет, который тоже коллегиальный орган, и который выбирается съездом советов. И вот, собственно говоря, перед съездом советов и выступает тот же самый Сталин, Троцкий. Вот они озвучивают свои позиции. А свет советов принимает решение. Вот он, допустим, поддержал Сталина и не поддержал Троцкого. Все понятно. То есть вот так. Владимир Владимирович, я думаю, тему перехода с 36-го нового Конституции принятия и как что произошло, мы с вами обязательно с ним исторически разговариваем. Хорошо. Владимир Владимирович, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Очень просто. Продолжение следует...